ПЕСНЯ 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 Молчи, я запретил обращаться ко мне ПЕСНЯ 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 СТОН ПЕСНЯ ПЕСНЯ Нельзя же запретить мне мечтать Мечтаю я в офицере, Мечтаю я в офицере. Как страстно берет любви, И, возможно, что полюблю я. Хоть мой поездным поколочень Не напиталось ржет, Но бедный смиренный цыганчик Чего же еще желать? Я другого не хочу искать! Кормен я на судах теряю, Если сдамся, то лужа моя. И с полейшей обещания Ох, я люблю тебя, Кармен! Ответь любви! ПЕСНЯ 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 «Кармен» — одна из самых любимых партий мэтта-сопронового репертуара. Мне казалось, когда я пришла в театр, что это партия, а не моего амплуа. Я не представляла себе, как я могу выйти в зал и исполнить такую вульгарную цыганку, какую обычно ее представляют. Долго искала, мне, конечно, спеть хотелось эту партию, но я долго искала свое собственное видение, свое видение этой роли. И на это ушло 7 или даже 8 лет. И впервые вдруг я увидела и услышала «Кармен» в Испании, когда я была на гастролях, сначала в концертной поездке, а потом в театре «Лицео» в Барселоне. Мне посчастливилось быть на «Бои быков». Я видела современного Тора-Адора. Я видела испанских женщин, таких зажигательных, страстных, молодых. Мне вдруг показалось, что Кармен моя должна быть в первом акте, как Эсмеральда. Всеми любимая, но сама еще не любящая никогда. И ее первая встреча с Хазе, которая произвела на нее необычайное впечатление, ее первая любовь, ее страсть первая и единственная. И от этого отталкиваясь, мне показалось, что я смогу спеть эту партию. И действительно родилась моя, Кармен. Родилась она на Канарских островах в Испании, в городе Лас-Пальмас. Моим партнером должен был быть «Монако», все афиши у меня есть. Я ехала с трепетным чувством петь с этим выдающимся певцом. Но, к сожалению, накануне нашего спектакля Кармену он пел отелло и устал. И так мне не пришлось встретиться с этим выдающимся певцом. Но моя Кармен встречалась со многими Хазе, с прекрасными. Одним из самых близких и частых партнеров – это мой партнер Пласида Доминго, испанский певец. С ним я пела и в Мадриде, в Испании, и в Барселоне, тоже в Испании, и во Франции, в Марселе. Но обычно Кармен в традиционном исполнении – женщина своенравная, своевольная, и которая бросает Хазе. И моя Кармен не бросает Хазе, она борется за своего Хазе, за сильного, большого, страстного человека. И моя Кармен счастлива, как в момент удара молнии, в момент смерти. Я счастлива от того, что, наконец, я почувствовала, что вся моя любовь, вся моя страсть, которая была отдана Хазе, она отдана не слабому человеку, а сильному, могучему темпераменту, каким и стал в конце оперы мой Хазе. Начинаем концерт. Солистки Государственного Академического Большого Театра Союза СССР, народные артистки РСФСР, лауреата Ленинской премии Елены Образцовой. Партию фортепиано исполняет Александр Ерохин. Роман с Чайковского. Уж гасли в комнатах огни. Уж гасли в комнатах огни, Благоухай розы. Роман с Чайковского. Партию фортепианоистки. Глаз, окружавшую весной, Человек на речку любви Убогий месяц наводил На нас свое сияние Я ничего не говорил Боялась прервать молчание Изумно синий глаз твоих Не опускал узоры Красно речи слов и дых Невые разговоры Ничего не смел поверить я Что в сердце притаила Все это песня золотая Золотая говорила Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, что сочетание Оперного творчества и камерной деятельности Очень благотворенно влияет на оба жанра Это так же, как художник, который рисует масляной краской и акварели Одно искусство добавляет другое Я даже не могу сказать, что я предпочитаю Оперу или камерную деятельность Я очень люблю камерную музыку Камерное творчество Которое требует от певца, от музыканта Больше филигранности Больше культуры музыкальной В опере, конечно, нужно иметь Хорошо было бы иметь и ум, и сердце И актерские данные, и голос Но в камерном творчестве нужна музыкальная культура Поэтому я думаю, что не каждый певец Может себе позволить такой роскоши Заниматься и камерной музыкой тоже Я впервые почувствовала Необыкновенную трудность камерного исполнения Когда я впервые поехала на концерты в Париж Где я знала, что никто не понимает моих слов Что я должна все свои эмоции выразить Только моим голосом, только звуком И это открытие для меня было Очень большим событием в моей творческой жизни И теперь, с годами, я больше и больше отказываюсь На эстраде от жестов, от лишних движений Потому что я считаю, что музыка камерная Должна нести мысль только звуком Красками звука голоса А жесты это, наверное, нужно оставить для оперы Роман Чайковского Кабы знала я, кабы ведала Кабы сладая, кабы ведала Не смотрела бы из-за мушечка Я на волосца разудалого Как он ехал по нашей улице На ветведь-то лупит шбургал Как лепого-то я молодого С волкозогого до логогриного Супразивого Кабы сладая, кабы ведала Для него бы я не велелся Солокойкой мой ленту малую Кусу длинную не вплетала бы Рано до свету не вставала бы За полицу не смешила бы Руси нужен и не мучила бы Но простого в дом не глядела бы Не проедет лезь, я просил кого На руке держа пестро стокола Кабы знала я, кабы ведала Кабы знала я, кабы ведала Не сидела бы поздним вечером Пригородившись на завалине На завалине близко лодица Ожидаючи, догадающей Не придет лютенаглядный мой Не придет ли он, ненаглядный мой Напоить коня студеной водой Кабы знала я, кабы ведала Кабы знала я, кабы ведала СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 которые могут убрать режиссеры, операторы. Но вот это непосредственное общение с публикой, со зрителем, для меня очень дорого. И я считаю, что так нужно. Песни Сверидова на слова Блока «Утро в Москве». Песня «Утро в Москве» Песня «Утро в Москве» Песня «Утро в Москве» Песня «Утро в Москве» Тогда, конечно, это самые счастливые моменты в моей жизни. Гендель, ария Флавии из оперы «Флавии» Песня «Утро в Москве» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА Сейчас прослушивая старые свои записи, мне становится очень-очень горько, потому что, кончив консерваторию, я увлекалась больше всего звучанием голоса, тембровым звучанием голоса. Мне казалось, что, ах, какой у меня голос, как я могу брать громко и красиво вверх, как я могу брать нижние открытые ноты. А со временем приходит какая-то мудрость музыкантская. Не совсем всегда нужно петь красиво, не всегда нужны яркий и полный звук музыкальной фразы. Со временем, наверное, во всех художниках растет и внутренняя линия образа какой-то партии, растут художнические задачи. То, что мне казалось раньше так просто и легко, сейчас мне кажется очень сложно и трудно. Чем больше я умею, тем больше я вижу в себе недостатков. А чем больше я вижу в себе недостатков, тем больше мне хочется сделать их исправить. И чем дальше, тем больше я ставлю перед собой каких-то музыкальных задач. И вот эта бесконечная неудовлетворенность собой, наверное, и есть в общем момент творческого роста у музыкантов. Бизет, Хабанера из оперы Кармен. Хабанера из оперы Кармен. Бизет, Хабанера из оперы Кармен. Бизет, Хабанера из оперы Кармен. Бизет, Хабанера из оперы Кармен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА